У вас есть кухня, а на кухне холодильник с морозильной камерой, шкаф и полки? Тогда у вас есть тот набор продуктов, который вы всегда пополняете, когда идёте в магазин. Любопытно, но практически у всех этот набор одинаковый. Каждое утро, день и вечер готовятся обычные и одинаковые завтраки, обеды и ужины. Теперь всё будет по-другому. Дежурный по кухне. Для тех, у кого есть стандартная кухня и нестандартное желание готовить. Всем привет, меня зовут Владимир Павлов и я сегодня дежурный на кухне. Дежурный на кухне телеканала «Еда». Самая обычная кухня, которая есть, наверное, в каждом доме. Холодильник, конечно же, холодильник. Есть какой-то элементарный набор продуктов, овощи, фрукты, вот даже маринованные огурцы. Есть вот такая замечательная плита. Есть здесь также у меня всякие сыпучие продукты. Есть вот гречка, сахар, макароны. И, конечно же, духовка. Ну и сухая колдовая, конечно же, сухая колдовая. Какие-то вот, какое-то масло, горчица, там, оливки, у кого что. Собственно говоря, поэтому ничего такого особенного я вам не показал. Обычная кухня, как у всех. И сегодня я принёс с собой вот такую корзиночку с продуктами. И здесь всего лишь у меня два ингредиента. Два ингредиента это говяжья тушёнка. Говяжья тушёнка высшего сорта. Представляете? И базилик. Всё, обеднел телеканал «Еда», подумаете вы. Да нет, да нет, дорогие телезрители. Просто сегодня я буду готовить тушёнку. Немножко, может быть, необычным исполнением. Хотя, наверное, с этим рецептом вы так или иначе сталкивались. Можно назвать, что это макароны по-флотски в России. Можно назвать, что это паста а-ля болоньеза в Италии. И вот я хотел бы сегодня дать тушёнке некую такую вторую жизнь. Потому что все привыкли к тому, что что такое тушёнка? Эх, тушёнка – это поход, костерок, да, вот это всё. Но сегодня тушёнка будет у меня играть главную роль на кухне. И сегодня я приготовлю спагетти, такие, знаете, а-ля болоньеза, которые я буду подавать вот именно соусом, в котором будет основной ингредиент. Это говяжья тушёнка. Итак, что мне для этого нужно, помимо тушёнки? Конечно же, хорошее настроение. Хорошее настроение у меня сегодня есть. Видите, какой я загорелый, приехал с отдыха, поэтому хочу вас порадовать таким вкусным блюдом. Томаты. Хороший спелый томат, смотрите, розовый хороший спелый томат. Дальше. Морковь есть. Нужен сельдерей. Сельдерей есть. Мне нужен лук репчатый. Мне нужен чеснок. Конечно, такой большой набор овощей. Также я возьму ещё петрушку. И, в принципе, наверное, даже возмущий чили перец, конечно же, да? Добавим немножко пикантности нашему блюду. Итак, теперь самое основное что? Надо, конечно же, почистить овощи. Почистить овощи начнём с самого неприятного, с лука, которого постоянно я плачу. Поэтому сейчас я быстро с луковицей разделаюсь. Итак, я почистил морковь. Теперь мне нужен чеснок. Такой, смотрите, молодой, такой с розовым оттенком. С сиреневым, я даже сказал. С сиреневым оттенком. Чеснок – это именно такой чеснок, который очень хорошо подойдёт. Очень он молодой, приятно пахнет. Поэтому вот так вот я его надавливаю на него ножом. Смотрите, чистится в два захода этот чеснок. Теперь мне нужно всё это дело мелко нарезать. Начинаю я с сельдерея. Напоминаю вам, что все овощи мытые, поэтому вы не беспокойтесь. Не надо будет потом писать гневные комментарии о том, что что там, Павлов опять овощи не помыл. Всё помыто, руки и всё остальное. Значит, сельдерей нарезается мелким кубиком, крошкой, я бы даже сказал. Сейчас, смотрите, вот так вот очень быстро нарезаю сельдерей. На самом деле, всё это буду делать я достаточно, может быть, долго, потому что нарезать мне придётся всё. Нарезать мне придётся и сельдерей, и лук, и морковь, и чеснок. Итак, сельдерей, чеснок, морковь я нарезал. Теперь я беру томаты. Свежий томат, такой розовый, отличный томат. Смотрите, какой спелый, хороший. Здесь можно использовать, на самом деле, как большое количество томатов, так можно использовать, ну, честно говоря, можно использовать томат-пасту. А можно использовать и помидоры, можно использовать и томат-пасту. Поэтому я решил сейчас поступить именно так. Я нарежу томаты. Для того, чтобы все-таки кусочки томатов были в соусе. Это очень будет здорово выглядеть. Смотрите, да, как мы сейчас облагородим тушенку. Почему бы нет? Теперь настало время сжарить. А нам надо что? Нам надо вот такая сковорода. Ставлю ее на самый большой огонь. Сразу заливаю масло. Отлично. Теперь я беру вот такую кастрюлю. Эта кастрюля будет, конечно же, мне для чего нужна? Для того, чтобы я сварил в ней спагетти. Спагетти, ох, как я люблю спагетти. Даже помните, у Макаревича еще песня была? Люблю я макароны. Вот я очень люблю макароны, поэтому эти макароны мы сейчас будем варить. Добавляю воды. Сразу добавлю немного соли. Теперь настало время консервов. Настало время говяжьей тушенки. Вот я хотел бы вам про нее рассказать. Дело в том, что это говяжья тушенка, высший сорт, приготовленный по ГОСТу. Ее делает Калининградский тарный комбинат. Люди, которые занимаются профессиональным изготовлением консервов. Дело в том, что рецептуру они сохранили еще со времен Советского Союза. И, конечно же, применили современные технологии. Получился вот такой вот приятный, хороший продукт, с которым я привык достаточно давно уже работать. И сейчас вот эту говяжью тушенку я открою. Вот она какая, сторона родная. Ничего лишнего здесь в этой тушенке не должно быть. Но, в принципе, ничего и тут лишнего и нет. Есть только мясо и немного сока. Теперь я обжариваю овощи, лопаточка и начинаю обжаривать сельдерей, морковь, лук. Томаты я пока оставлю. Единственное, что знаете, что я забыл? Я забыл чили-перец. Конечно же, чили-перец, немного чили-перца. Вы, наверное, знаете, да, что чили-перец, конечно, такая острая штука. И с ней надо быть очень осторожным. Поэтому я возьму немного чили-перца. Я не знаю, у меня сегодня, между прочим, придет гость. Я не знаю, мой гость любит ли он острое. Потому что, когда я с ним, так сказать, встречался на съемочной площадке, всегда, когда заходил разговор о перце, он всегда говорит, Володя, может быть, перца чуть-чуть, перца чуть-чуть. Поэтому я думаю, что, наверное, все-таки он осторожно достаточно относится к острым блюдам. Поэтому немного перца я возьму, немного чили-перца. Тем более я его прожарю, он будет не такой острый. Если вы не догадались еще, я говорю про Александра Ишевского, который ко мне сегодня придет в гости и будет пробовать вот такое вот блюдо, да, а-ля бланеза. Надеюсь, что я не поддамся очень сильной критике с его стороны, потому что скажут, Володя, ну какой бланеза там, ну, с тушенкой, ну ты хоть это, так сказать, держи себя в руках. Но, тем не менее, овощи должны быть слегка-слегка аль денте. Поэтому я сейчас добавляю сюда томаты. Томаты. Так. Отлично. Смотрите, какая здоровская штука получается. А? Какие цвета. Сельдерей, сельдерей. Ммм, я обожаю сельдерей. На самом деле сюда подойдет как сельдерей-стебель, так и корень сельдерей. Но чаще всего в этом рецепте используется сельдерей-стебель. Поэтому, смотрите, я беру вот этот бульончик. Беру бульончик. Из-под тушенки. Соответственно, вливаю его тоже в сковороду, потому что тушенку я буду класть в самый последний момент. Я вам еще раз говорю, что мясо уже готовое. Если вы будете слишком долго и слишком сильно его будете томить, оно просто у вас развалится вообще в кашу. Здесь, на самом деле, очень хорошая тушенка, очень хороший продукт, потому что, смотрите, она целевым куском идет. Вот. Вот такие куски. Поэтому эту тушенку можно только в конце просто расщепить на волокна. Посмотрите. И будет все готово. Теперь. Для цвета я добавляю томат-пасты. Так. Ах, какая получается вкусная штука. Если вы, на самом деле, налили очень много бульона, ничего страшного. Здесь дело в том, что при температуре вы все это дело выпариваете постепенно. И поэтому здесь просто консистенция будет такая, которая вам будет нужна. Не ошибетесь. Добавил томат-пасты. Теперь я сюда добавляю... Вот, можно взять маленький такой лавровый листик. Ничего страшного. Сахар, конечно же. Добавляю сахар. Добавляю соль. Соль. Добавляю перец. Добавляю перец. И все. Все. Оставляю это дело тушиться. И теперь что? Теперь я закидываю спагетти. В то время, пока у меня варится спагетти, у меня будет тушиться овощи. И я добавлю в конце тушенку. По большому счету все. Надо будет только добавить свежую зелень и будет все готово. Поверьте мне. На самом деле делается очень быстро. 10-15 минут и блюдо у вас готово. Можно попробовать. Еще можно добавить сюда немного уксуса или лимонного сока. Кому что нравится. Многие добавляют просто винный уксус. О, хорошо. Я даже уксус добавлять не буду. Я добавляю немного, наоборот, немного сахара. Все. Вода. Тем временем вода у меня на спагетти закипела. И беру спагетти. Чтобы вы понимали, на самом деле на одного человека порцию спагетти достаточно где-то в пределах 70-80 грамм. Ну, если хотите есть, 90 положите. Поэтому здесь, по большому счету, можно вот так вот взять, да. Я думаю, что нам на двоих, а может еще съемочная группа присоединится, как всегда, да. Я думаю, что, наверное, взять надо побольше. И аккуратненько макароны не ломаем. Макароны опускаем. Теперь можно посмотреть, посмотреть тушеночку. Тушенку можно взять вот так, прямо на волокна. Вот на такие крупные. Просто ее разделать. Видите, когда такие куски ровные, с ними, конечно же, приятно работать, потому что... Оп, оп. И все в самом конце закинем, чтобы она не развалилась. Я думаю, что Александру сегодня обязательно понравится это блюдо. Главное здесь, что теперь? Главное не прозевать... Главное не прозевать пасту. Макароны, пасту, как хотите, называйте. Главное, чтобы вы использовали макароны из твердых сортов пшеницы. Они не так развариваются, и они гораздо полезнее для организма, чем из обычных сортов пшеницы макароны. Все. Пять минут, и все будет готово. Теперь, в конце, что я хочу сделать? Я хочу взять зелень, конечно же. Сейчас я базилик только немного сполосну. Так. Очень люблю базилик. Здесь базилик очень хорошо подойдет. Просто некоторые, на самом деле, используют прованские травы. Это тоже неплохо. Но в таком блюде, я вам честно могу сказать, свежая зелень никогда не будет лишней. Поэтому можете использовать и базилик. Можете использовать и петрушку даже. Но я бы, наверное, посторонился бы здесь использовать кинзу или укроп. Потому что это, наверное, все-таки не из этой оперы. Вот. А так, по большому счету, свежая зелень очень хорошо подходит. Все. Пожамхал зелень в тряпочке вот так вот. Теперь она у меня высохла. Базилик фиолетовый. Смотрите, базилик зеленый. Ах, какие ароматы. Нарезаю все это. Прямо с палками можно взять, ничего страшного. Палки дадут, палки от зелени дают в данном случае очень хороший привкус соусу. Поэтому здесь можно их использовать. Главное их немножко помельче порубить. Вот я не знаю, Александр догадается, что у меня тушенка здесь в соусе. Или он скажет, что у тебя просто обычная говядина. Мне просто интересно. Догадается он или нет. Петрушка. Петрушку с базиликом можно использовать, потому что базилик более ярче. Он более ярче пахнет, а петрушка дает привкус. Вообще, на самом деле, петрушка такая нейтральная трава. Ее можно сочетать и с кинзой. Тоже будет хорошо. Итак, соус. Если у вас все-таки пошло кипение, да, и соус начинает выкипать, можно сделать очень просто. Можно взять воду из-под пасты и добавить ее в соус. И все будет нормально. Когда варится паста, из нее выходит крахмал. Соответственно, вот этот крахмал как раз дает небольшую густоту моему соусу. Смотрите, соус готов. Теперь я закладываю последнее. Закладываю тушенку и закладываю базилик с петрушкой. Вот так аккуратно в соус. Ах, какие ароматы. Все готово. Теперь осталось только перемешать. Ммм, какая получилась штука интересная. Макароны тоже готовы. Поэтому теперь что я беру? Беру сито. Выливаю, вот так процеживаю. Процеживаю пасту. Вот она как раз аль денте. И добавляю немного оливкового масла. Сол я не буду добавлять, потому что вода уже была соленая. Достаточно просто вот так вот сбрызнуть оливковым маслом и все. И все готово. А? Посмотрите, какое блюдо я приготовил из обычной тушенки. Володя, пустите? Немножко задержался. Здравствуй. Здрасте, здрасте. Только вот вспоминал. Слушай, а как всегда со своим тут ехал. Италия разорвала дипломатические отношения. В Болонии исключила Санкт-Петербург и списка городов побратимов. Сказали, что папов вообще там творить невозможно что-то с тушенкой у Калининградского комбината. Ну, если уж пошла такая у нас с вами тема импортозамещения, мы сейчас сделаем с вами быструю такую штучку и разрушим немножко иллюзию французской кухни орденский мясной паштет. Не надо никакого мяса, там этих белых коров. Мы просто возьмем тушенку, хорошую тушенку, сделанную по ГОСТу. И там есть мясо. Это за нас все приготовили. Как всегда, мы подготовим немножко тостиков. Александр, посмотрите, что у меня здесь. Вдохните аромат жизни, так сказать. Павлов, понимаешь, когда я прихожу к тебе в гости, у меня такое ощущение, что я зря прожил жизнь. Просто, понимаешь? Я прожил, нет, надо бы другому сказать. Я прожил жизнь не с тем человеком. Наташа, Наташа, уйдешь к Павлову и научишься так же готовить. Если ты хочешь со мной золотую свадьбу, а не серебряную встречу. У меня просто тоже жена Наташа, как бы, я не знаю, как сказать, что Наташа... Это радует. Наташа, если ты уйдешь от меня, да? А я... Володь, тебе нужна вот эта большая вот штучка? Нет, нет. Я подсушу тостики, потому что орденский мешной паштет, он подается всегда на тостиках. У меня уже, на самом деле, все готово. Я вот, в свою очередь, уже могу выкладывать... Так, сейчас мы здесь поставим... Могу выкладывать уже пасту. А, смотрите. Очень красиво. Очень красиво, да. Вы мне льстите, вы даже не смотрели в мою сторону. Я просто по запаху. Я спинным мозгом чувствую просто. Вот это все мужчины, понимаете, да? Вот так вот они. Все, да, очень... Как это там? Как мое платье? Да, очень красиво, да. Как я сделал борщ там? Да, очень замечательный борщ там. А что у вас на ужин? А, борщ. Так. У меня, например... Класс, класс, просто класс, совершенно. Вы посмотрите, что я приготовил. Это же просто, это же программа импортозамещения в действии. Это прям, мне кажется, 200-200 процентов, потому что... Абсолютно. Выглядит все, и по вкусу я могу сказать, что... Получилась бомба. Володя, ну ты мне должен помочь, потому что без тебя у меня вот этот орденский так красиво не получится. Он, правда, со мной и так не получится. Вот ты можешь порезать мне лук, как ты умеешь. Вот, отлично. Да, я вот так увлекся, что... Фантастически. Меленько. Вот половиночку вот этого меленько. Половиночку этого меленько. Так, я пока яйца почищу, где-то у меня были приготовленные. А что мы готовим, Александр, кстати? Что мы готовим? Мы готовим замену орденскому мясному паштету. Орденский? Орденский, да. А что это за история блюда, вы знаете? Да, паштеты вообще-то не еда бедных. Паштеты дорогая достаточно вещь. Самые знаменитые это бельгийские паштеты. Они очень дорогие сами по себе. Готовятся с фруктами, там, с целой заморочкой, там, всего, что можно. А мясной паштет, мясо, когда немножко подплывало, и когда у баронов выпадали зубы, они хотели мясо. И вот тогда появилось тушение, и тогда появилась вот эта история паштетов. Когда долгое томление, мелко изрубленное мясо, повторное запекание, и получается такая мягкая суспензия, которая мясная, которая, белок мясной, которую можно есть так, можно намазывать там на что-то. И вполне-вполне усваиваемый такой продукт. Так. Так. С луком все или еще мельче? Отлично. Просто я вот... Так, лук готов. Также вот можно покрошить зелень. Зелень какую? Петрушку или базилик? Петрушку и сельдерей. Петрушку и сельдерей. Сельдерей, стебель, да? Стебель, да. Ух. Так, в принципе, можно взять терку. А, да? Да. А, да? Да. Хорошо. Ну что, я открываю вот эту банку. Может, я? Давай попробую. Да. Более длинные руки. И сильные, более длинные, сильные. Да. Вот она, красавица тушенка. Ну вот, на самом деле, поскольку мы делаем паштет, да, очень жалко выливать. Ну давайте куда-нибудь вылим и сохраним. А можно вылить в соус ко мне. Вот сюда прямо, да? Жирком вместе. Да, потому что у меня еще есть порция пасты как раз, и я думаю, что он будет там не лишний, тут соус, поэтому нормально. Ага. Остаток в блендер. Ну, настолько такая, ну какая-то туга. Ой, там даже лаврушечка еще оказалась. Да. Так, Александр. Да. Значит, петрушка, сельдерей, лук готовы. Все сюда. Все сюда, да? Да. Яйцо. Так же? Да. Одно пополам, и мы его сделаем начиночку. Сделаем с ним красивую. А второе яйцо мы не будем в блендер запихивать, мы просто уже потом замешаем, чтобы там структурка яйца была. А желток куда? Желток сюда можно прямо. Желток, он будет, так сказать, скрепить, да, консистенцию? Да, да, он как бы вот лишний вот этот и жир немножко связывает с животной. Лук, сельдерей туда. Ага. И петрушку. Сливочное масло, нет? Да, чуть-чуть можно сливочного масла. Оно нам тем более на тостик понадобится. Тут тогда аккуратненько совершенно немножко сливочного масла туда. Так, можно так побрить его. Да. И попробовать тихонько взбивать. Так, ну как, вы сами или мне помочь? Да, я начну, а кому-то я это придумал, а ты... Да, хорошо. Ты знаешь, хорошая плотная тушенка. Не так быстро ее разбить, да? Да, не так просто ее разбить. Только напоминает зубовращебный кабинет. Попробуй. Дело в том, что, Александр, я вам скажу, что такие вещи, их, конечно, удобно делать в стакане, который с ножом. Вот в том, да. Потому что здесь... Ну, уже поздно. Ну что ж, все готово. Все. Теперь главное все это собрать. Вот так вот, четыре руки с профессором, делаем профессорский паштет. Я бы так назвал это блюдо. Да. Смерть. Кому? А вот здесь вот как бы смерть французским кулинарам. Если они узнают, из чего русские кулинары делают паштет. Ну да. Ты знаешь, он густой получился, Володь? Можно даже было, наверное, добавить туда немножко еще этого самого бульончика. Можно, можно водички кипяченой добавить. Не, ну пускай... Можно добавить маслица, кстати. Остальное доскоблим потом. Сейчас берем тостики. Сейчас я руки сполосну. Тостики, кстати. Они подсохли? Да, тостики в порядке. Вот выкладываем тостики на тарелку. На тарелочку. Чуть-чуть смазываем их сливочным маслом. Сливочным маслом смазываем их? Да. Да. Горкой выкладываем сначала яйца, попробую набить. Как-то у Павлова это получается все очень изящно и без дрожащих рук и... И быстро. И быстро. Так, смотрите, у меня уже масло здесь... Подтаивает. Уже, да, процесс пошел. Вот, теперь я осторожно положу сюда паштет. Володь, а ты порежь, пожалуйста, маринованного огурчика. Так. На долечки такие вот. На раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, на восемь долечек. Хорошо. А я попробую паштет аккуратно положить. А яйца-то куда? В тарелку, вот сюда, вот в центр. Как всегда. Любите вы яйца, да? Это слово. Так. Ну, вот так как бы вот. Как будто бы вот так. Так. Так, ну что? Такой, да? Да. И вот такой, да. В волшебство не могу. Слушай, порежь еще один, а я не могу просто... Павлов, а вот это ты меня унизил. Вот я бы просто их слепываться... Ну, я потоньше их нарезал специально. Мастерство не прогуляешь, как говорится. Ну, да. И профессионализм тоже. Да, ну... Волочка, ну еще вот сюда просится немножко мелко порезанной зеленью посыпать. Вот как бы чуть-чуть. Хорошо. Хорошо. Любой каприз за ваши деньги, Александр. Понял. Любой каприз за второе высшее образование. Проблем нет. Как бы вообще без проблем. То есть я готов. Так, и петрушка. И вот, да, ее вот так... Как ты умеешь такой шинковать вот? Или ты хочешь просто... А можно, например, да, можно... Украсить. Можно. Ну, да, да, да. Так сказать, по-советски. Да. Слушайте, ну, мне кажется, да, сегодня вот такая, знаете, необычная вторая жизнь тушенки. Потому что по виду, по виду, но никогда не скажешь, что это тушенка. Да, просто вот паштет. Паштет. Никогда не скажешь, что это баланеза из тушенки вообще. Да, да. Я думаю, что по вкусу, несмотря на то, что там нет вина красного, да, там каких-то ингредиентов, но я думаю, что достойно все получилось. И, может быть, перчика немножко сверху? Да. Да. Потому что все-таки вот паштет, он такой перченый должен быть орденский. Здесь все. Понесли? У меня тоже все. Единственное, вот я, наверное, зря выложил заранее, да, я поэтому немножко вот... А, да, да, да. Немножко я вот... Сказочно, сказочно. Полью свежим. Да. Таким соусом. И... Конечно же, надо... И я потащил к столу. Конечно же, надо немножко сыра. Сверху? Да. Надо немножко сыра. Сыр у меня есть. Сыр, дорогие друзья, сыр можно использовать любой. Ну, конечно же, в идеале это должно быть, наверное, что-то похожее на пармезан. Но в данном случае можете любой использовать более-менее твердый сыр. Да и даже полутвердый. Можно потому, что хорошо будет. Ну, посмотрите, как он прекрасно ложится. Для аромата свежий базилик. Я думаю, что очень будет... Кстати. Так, ну что? Фантастический вид. Все. Ну и на кулинарии ли мы сегодня? Ой, ой. Ну что ж. Ну, начнем пробовать. Это волшебно вообще. Александр, да. Во-первых, хочу заметить, да, вот что вот просто глядя нам на стол, посмотрите, да, какие тарелки стоят. Вот разве можно сказать, что здесь есть тушенка? Да не в жизнь. Вот давайте попробуем сначала вот эту простенькую вот... Прекрасные поджаренные тосты со сливочным маслом и с паштетом. Да, и с паштетом. Слушайте, ну вот это очень вкусно. Прям... Никогда мне слышно, что тушенка. Ну, рука мастера. Да. А теперь паста... Основное. Да. А-ля баланезе. Да, ее можно вот так даже перемешать. Слушай, посмотри, здесь же кусочки мяса получились вот... Да, потому что в конце, в конце закидывал, да, и мясо не развалилось. Что мне и нужно было. Ну, маэстро, я вам доложу. Да не, мы с вами вообще вдвоем маэстро, мне кажется. Потому что от профессора, который готовит из тушенки такой паштет, это как бы выше всяких похвал. Я на четвертинку молол-то ты, без тебя бы я консистенцию такую бы не сделал. Да. Уважаемые зрители, я вот, честно говоря, с трудом сейчас разговариваю, потому что я вот просто сейчас бы сел и ел. Поэтому я хочу с вами поскорее попрощаться. С вами был Владимир Павлов. У меня в гостях был замечательный человек Александр Ишевский, который уже профессор не только, уже профессор, какой, кстати, профессор? Технических. Технических, но уже и кулинарных наук. Поэтому на этой прекрасной ноте, с этими прекрасными блюдами мы с вами прощаемся. С вами был Владимир Павлов, телеканал «Еда», дежурный по кухне. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова